Убрать свалку через суд. Прокуратура Дубинского района добилась от администрации чистоты на окраине посёлка. Впрочем, организовали стихийный полигон сами же местные жители. Если в контейнер падает пакет, это по правилам. А вот кидать сюда спиленные ветки и строительный мусор нельзя. Для жителей Дубны висят объявления, телефоны нужных организаций, но их как бы не замечают. Если есть свидетели, администрация штрафует нарушителей в планах рейды на машинах с видеорегистраторами. Мы будем в каком-то таком режиме постоянном где-то ставить, например, на площадке, ну и фиксировать, кто чего как там несёт. Активность местной власти понятна. На днях прокуратура подала исковое заявление в суд на администрацию за вот такую стихийную свалку на окраине посёлка. Снимки мусора жители разместили на интерактивной карте свалок, которую заполняет Общероссийский народный фронт. После направления иска и опубликования данной информации в СМИ администрации района осуществлен вывоз бытового мусора, свалка убрана. Кто здесь выбросил, вы знаете? Вот в таких случаях, конечно, нет. Хотя у нас были какие-то прецеденты. Буквально, да, копались в мусоре, потому что если есть там какая-то бумага, да, то можно найти фамилию, имя, отчество, даже адрес, например, да. И находили этих людей и штрафовали их. А вот въезд в Дубну. Здесь была, как писали жители, ужасная свалка, которая всё время росла. Активист Общероссийского народного фронта проверяет на месте. Чисто ли? Мы направили обращение в администрацию посёлка Дубна с требованием ликвидировать эту свалку. И, собственно, в течение месяца-двух эта работа была выполнена. Отсюда был вывезен практически весь мусор. Но, как мы на данный момент можем видеть, ещё что-то детали остались, и мы возьмём это в работу. Всего за полтора года жители Тульской области пожаловались на 530 стихийных свалок. Вывозят их за бюджетные деньги. Поэтому в итоге за нарушителей платит весь населённый пункт. Мария Кузнецова, Андрей Куничкин, Вести Тула.